Евгений Онегин. Глава первая, часть первая. Мой дядя самых честных правил, Когда ни в шутку за не мог, Кобыли так с утра заправил, Что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука, Коль есть меж ног такая штука, Не ты чье, кобыли, взад, Как дядя, сам не будешь рад. С утра, как дядя Зорьки вправил, И тут инфаркт его хватил, Он состояние составил, Всего лишь четверть прокутил, И сей пример другим наука, Что жизнь, не жизнь, Сплошная мука, Всю жизнь работаешь, копишь, И не доешь, и не доспишь, Уж, кажется, достиг всего ты. Пора оставить все заботы, Жить в удовольствии начать, И прибалдеть, и приторчать, а нет. Готовит снова рок, Последний жесткий свой урок. И так пиздец приходит дядя, Навек прощайте водка, бляди, И в мысли мрачный погружен, Лежит на смертном одре он. А в этот столь печальный час, В деревню вихрем к дядям час, Ртом жадным горлышку приник, Наследник всех его сберкник, Племянник. Звать его Евгений, Он, не имея сбережений, В какой-то должности служил, И милостями дяди жил. Евгений, почтенный папа, Каким-то важным чином был. Хоть осторожно, в меру хапал, И много тратить не любил, Но все-таки как-то раз увлекся, Сплыло, что было, и что нет, Как говорится, папа спекся, И загудел на десять лет. А будучи в годах преклонных, Не вынеси волнений он их, В одну неделю захерел, Пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала, Такой уж женщины народ, Я не стара еще сказала, Я жить хочу, ебить все в рот. И с тем дала от сына ходу, Уж он один живет два года. Евгений был практичен с детства, Своего мизерное наследство Не тратил он по пустякам, И так слагая к пятакам, Он был великий эконом, То есть умел судить о том, Зачем все пьют, И там, и тут, Хоть цены все у нас растут. Любил он тулица, И в этом не знал ни меры, ни числа, Друзья к нему взывали, Где я там, А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, В смущении должен был бежать, Его трико давления хуя Не в силах было удержать. И ладно б, если все сходило Без шума, драки, без беды, А то ведь получал, мудила, Забаб не раз уже пизды. Да только все без проку было, Лишь оклемается едва, И, ну, пихать свой мотовило всем, Быть то девка или вдова. Мы все ебемся понемногу, И где-нибудь, и как-нибудь. Так что поебкой, слава богу, У нас не запросто блеснуть, Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос, Тем паче, что в любое время Так на него повышен спрос. Но, ша, я, кажется, взорвался, Прощение у вас прошу, И к дяде, что один остался, Явиться с вами поспешу. Ах, опоздали мы немного, Старик уже в базе почил. Так мир ему, и слава богу, Что завещание настрочил, Вот и наследник мчится лихо, Как за блондинкой у грузин. Давайте же мы выйдем, тихо, Пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, Поговорим на злобу дня. Так что я там пиздил про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом зла и бед причина. От баб страдаем мы мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда, да и пизда не без вреда. И так не только на Руси, В любой стране о том спроси, Где бабы скажут, будь беде, Шершеляфам ищи в пизде. От бабы ругань, пьянка, драка, Но лишь ее поставишь раком, Концом ее перекрестишь, И все забудешь, все простишь, Да только член прижмешь к ноге, И то уже тульмонт эге. А ежели еще не нет, А ежели еще... Но нет. Черед и этому придет, А нас теперь Евгений ждет. Но тут насмешливый читатель, возможно, Мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может быть, в бабах не зло, Коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха Пошлю интеллигентно нахуй, Коль он умен меня поймет, А коль и глуп, так пусть идет. Я сам люблю к чему скрывать, С хорошей бабою кровать, Но баба бабой остается, Пускай как бог она явится. Часть первая, глава вторая. Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений В кусты и крестьянку поволок. И, преуспев там в деле скором, Спокойно вылез из куста, Обвел свое имение взором, Пастал и молвил. Красота. Один среди своих владений, Чтоб время с пользой проводить, Решил в то время наш Евгений Такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, Пересчитал их лично сам, Чтоб было легче разобраться, Переписал их по часам. Бывало он еще в постели, С просонок чешет два яйца, А под окном уж баба в теле, Ждет с нетерпением у крыльца, В обед еще и в ужин тоже, Да кто ж такое стерпит, Боже! А наш герой, хоть и ослаб, Ебет и днем, и ночью баб. В соседстве с ним и в ту же пору Другой помещик проживал, Но тот такого бабам пору, Как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский, Столичный был не деревенский, Красавец в полном цвете лет, Но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки, Не дай нам Бог такой находки, Какую сей лихой орел В блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, Затянут был в разврат иной, Его душа была согрета, Наркотика струей шальной, Ширялся Вова понемногу. Но парнем славным был, ей-богу, И на природы тихий лон, Явился очень кстати он. Ведь наш Онегин в эту пору Отъебли частый из немог, Лежал один, задернув штору, И уж смотреть на баб не мог. Привычки с детства не имея, Без дел подолгу пребывать, Нашел другую он затею И начал крепко выпивать. Что ж, выпить в меру худо нету, Но наш герой был пьян до света, Из пистолета в туз лупил, И как верблюд в пустыне пил. О, вина, вина! Вы давно ли служили идолом и мне? Я пил подряд, Нектар, говно ли, И думал, истина в вине. И я там не нашел покуда, И сколько не пил, все вообще. Но пусть не прячется паскуда, Найду, коль есть она вообще. Онегин с Ленским стали други, В часы свирепые, зимние вьюги, Подолгу у огня сидят, Ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, Что Ленский как-то отвечает на все вопросы, Не в попад, И уж скорее смотаться рад, И пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. Куда, Владимир, ты уходишь? О, да, Евгений, мне пора. Постой, с кем время ты проводишь? Хм, скажи, ужель нашлась дыра? Ты угадал, но только, только... Ну, шаровые, ну, народ, Как звать чужиху эту? Ольга? Что, не дает? Как не дает? Ты знать неверно, братец, просишь. Постой, ведь ты же меня не бросишь на целый вечер одного. Не ссы, да объемте своего. Скажи, там есть еще одна? Родная Ольгина сестра? Свези меня. Ты шутишь? Нету. Ты будешь ту лить ту, я эту. Так что, мне можно собираться? И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили ни хуя. За исключением угощения. И рано, и спросив прощения, Летят домой дорогой краткой. Мы их послушаем украдкой. Ну, что у Ларин? Хуйня. Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую, Татьяну. А что так? Милый друг мой Вова, Баб, понимаешь, ты уёла. Когда-то в прежние года И я драл всех, Баб, не сдам. С годами гаснет жар в крови. Теперь не будешь по любви. Владимир сухо отвечал, А после во весь путь молчал. Домой приехал, Глаз Татьяна. Искала их во сне спускала И целку строго берегла. Не спится, Таня. Враг не дремлет, Любовный жар её объемлет. Ах, няня, няня, Не могу я, Открой окно. Зажги свечу. Ты что, дитя? Хочу я хуя, Онегина скорей хочу. Татьяна утром рано встала, Пизду об лавку почесала И села у окошка сечь, Как Бобик жучку будет влечь. А Бобик жучку шпарит раком, Чего бояться им, собакам, Лишь ветерок в листве шуршит. А то, гляди, и он спешит И думает в волненье Таня, Как это Бобик не устанет Работать в этих скоростях. Так нам приходится В гостях Или на лестничной площадке Кого-то тулить без оглядки. Вот Бобик кончил, Шучки слез И вместе с ней умчался в лес. Татьяна ж у окна одна, Осталась горьких дум полна. А что ж, Онегин, С похмелюги и рассолу выпил Целый жбан. Нет средства лучше, Верн, други, И курит топтанный долбан. О, долбаны, Бычки, окурки, Порой вы слаще сигарет. Мы же не ценим вас, придурки, Или ценим вас, Когда вас нет. Во рту говно, Курить охота, А денег только пятачок. И вдруг в углу находит кто-то Полураздавленный бычок. И крики радости по праву, Из глоток страждущих слышны. Я честь пою, Пою вам славу, Бычки, Окурки, Долбаны. Часть Вторая Избранные места Из глав. Еще кувшин Рассолу просит, И вдруг письмо Служанка вносит. Он распечатал, Прочитал, Конец в штанах Мгновенно встал. Себя недолго Женя мучила Раздумьем тягостным, И вновь, Так как покой ему наскучил, Вином в нем Заиграла кровь. В мечтах Татьяну он Представил, И так, И сякою поставил, Решил, Сегодня в вечеру Сию Татьяну Отдеру. День пролетел, Как миг единый, И вот Онегин уж идет, Как и условлено В старинной Парк. Татьяна ждет. Минуту две Они молчали, Подумал Женя, Ну, держись. Он молвил ей, Вы мне писали? И гаркнул вдруг, А ну, ложись. Орех, Могучий и суровый, Стыдливо ветви Отводил, Когда Онегин Члем Багровый Из плена брюк Освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна, Как в бреду была, В шелушании Платьев белоснежных И после стонов Неизбежных Свою невинность Пролила. Ну, а невинность Это, братцы, Воистину И смех И грех. Хоть если Глубже разобраться, Надо Разгрызть, Чтоб съесть Орех. Но здесь Вы меня Вы извините, Их грыз, Поверьте, Сколько мог. Теперь Увольте И простите, Я целок Больше не ломок. Ну вот, Пока мы здесь Пиздили, Онегин Таню Отдал бал, И нам Придется Вместе с ними Скорее Поспешить На бал. О, Бал давно Уже В разгаре, В гостиной Жмутся Пара К паре, И член Мужчин Все напряжен На баб Всех, Кроме Личных Жен, Да и Примерные Супруги В отместку Брачному Кольцу, Кружась С партнером В бальном Круге, К чужому Тянутся Концу. В соседней Комнате Смотри-ка Над скатертью Зеленой Си-ка, А за портьерою В углу Ебут Кого-то На полу, Лакеи Быстро Веснуют, В бильярдной Так уже Блюют, Там хлопают Бутылок Пробки, Татьяна же После поебки Наверх Тихонько Поднялась, Закрыла Дверь И Улеглась. Сортир Бежит Евгений Сходу, Имел он За собою Моду Усталость Ебли Душам Снять, Что нам Не вредно Перенять. Затем К столу Евгений Мчится, И Надобно Ж беде Случится Владимир С Ольгой За столом И член Естественно Колом. Он К ним Идет Поход Кричинный Целует Руку Ей Легко Здорово Вова Друг Старинный Живу Зам При Вокал Клико Бутылочку Клико Сначала Потом Зубровку Хванчкару И Через Час Уже Качало Друзей Как Листья На ветру А За Бутылкою Особой Онегин Плюнув Вверх Икрой Назвал Владимира Разъебой А Ольгу Ссаной Удурой Владимир Поблевав Немного Чего-то Стал Орать В пылу Ну Бровь Свою Насупив Строго Спросил Евгений Поеблу Хозяину Что бегал Рядом Сказал А Ты Поди Посы Попал Случайно В Ольгу Взглядом И снять Решил С нее Трусы Сбежались Гвости Нашкутила Чтобы толпа Не подходила Карманный Вынул Пистолет Толпы Простыл Мгновенно След А он Красив Могуч И смел Ее Меж рюмок Отымел Затем Зеркал Побил Немножко Прожег Сигарой Диван Из дома Вышел Крикнул Прожка И уж Сквозь Храп Домой Болван Метельный Вихрь Во тьме Кружится В усадьбе Светится Окно Владимир Ленской Не ложится Хоть спать Пора Уже Давно Он В голове Полухмельной Был Занят Мыслею Одной И подметельный Ураган Дуэльный Чистил Свой Наган Онегин Сука Блять Зараза Разъеба Пидор И говно Лишь солнце Выйдет Драться Сразу Дуэль До смерти Решено За лупой Красной Солнце Встало Во рту С похмелья Стыд И срам Онегин Встал Раскрыл Ебало И выпил Водки Двести Грамм Звонит Слуга К нему Вбегает Рубашку Галстук Предлагает На шею Вяжет Черный Бант Дверь Настеж Входит Секундант Не стану Приводить Слова Не дав Ему Пизды Едва Сказал Онегин Что придет У мельницы Пусть Сука Ждет Поляна Белым Снегом Крыта Да Здесь Все будет Шито Крыто Мой Секундант Сказал Евгений Вот он Мой Друг Мсье Шартрез И вот Друзья Без Рассуждений Становятся Между Берез Мириться Нахуй Эти штуки Ногами Взять Прошу Я В руки Онегин Нажал Курок Упал Владимир Взгляд Ушмутный Как будто Полон Сладких Грез И после Паузы Минутной Пиздец Сказал Мсье Шартрез Усё 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 Одно Крыто Минутной 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 Минутной